60 из чуть более 3,5 тысяч врачей Одесского региона получили первую дозу вакцины. Пока город спал, в область привезли 25 900 волшебных ампул индийского производства Oxford AstraZeneca. Под первый этап вакцинации попали соцработники, медики, работающие с больными ковидом, персонал домов престарелых, люди старше 80 лет и военные. Желающие получить вакцину уже могут выстраиваться в очередь, перед этим проконсультировавшись с семейным врачом. Сейчас желание вакцинироваться изъявили 1028 одеситов, однако большинству придется подождать свои дозы до лета. Сегодня заплановано 60 лекарей, медичных сестер, молодших медсестер, желающих принятие вакцинацию. Вакцинуют их на рабочем месте. В целую категорию входят лекари первой линии протидії ковиду. У нас 20 лекарей таких. Из них 13 в месте Одессы, 7 в Одесской области. В целом близко 3,5 тысяч лекарей. И прищепленные будут отбываться на их рабочем месте. Туда выезжает мобильная группа и там их прищепливают. Мобильная группа – это один лекарь и две медичные сестры, которые смотрятся на стан пациента, которым является в этот час лекарь. Прищепливают его, оценивают его ситуацию. Пока спасением одесских врачей от коронавируса занимается лишь одна мобильная бригада. Ежедневно эта цифра будет увеличиваться. В областном департаменте заверили, что к концу недели их количество возрастет до 10. На ваших экранах Сергей Костенко – первый одессит, побывавший в космосе. То есть, первый, испытавший на себе чудо-вакцину. Спустя 25 лет работы в Одесской инфекционке он точно знает, насколько опасным может быть любое эпидемическое заболевание. «Инфекционисты и вообще медработники вакцинируются в числе первых. Почему? Потому что в числе первых мы вступили на борьбу с коронавирусной инфекцией. И на данный момент вакцинация началась именно с нас, наверное, не столько, сколько защитить медработников, сколько своим собственным примером показать, что это безопасно и крайне необходимо для всех. После вакцинации чувствую себя прекрасно и продолжаю трудиться». Вместе с партией вакцин в Одесский регион пришло все необходимое оборудование – холодильные камеры и контейнеры для утилизации использованных ампул. В ближайшие 24 часа количество вакцинированных медиков увеличится в несколько десятков человек. Перед вакцинацией каждый подписывает документ о согласии получить дозу и ознакомительный лист с возможными побочными эффектами. Те врачи, которые наблюдают за вакцинированными первые 30 минут после прививки, рассказывают, самыми распространенными эффектами являются усталость и сонливость. «Мобильные бригады Одесской области полностью готовы к вакцинации от COVID-19. Мы проходили специальное учение по иммунизации от COVID-19 вакцинами Pfizer и AstraZeneca. На данный момент, до момента брифинга, было вакциновано 23 пациента. В целом, их состояние задовольный, добрый. Скарг никаких нет. После вакцинации, возможно, будут, а возможно, не будут втомы, в целом, слабкие, с повышенной температурой тела. Но эти симптомы очень быстро исчезают и никаких ускорбов не дают». По словам медиков, уже через 28 дней после сделанной прививки можно получить вторую дозу вакцины. Пока желающих испытать на себе бесплатный препарат чуть больше 4 тысяч жителей области. А те, кто уже сделал себе прививку, уверяют, что чувствуют себя хорошо и продолжают рабочие будни в привычном режиме. Татьяна Барумбей, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.